Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В наших краях вроде доступает весна, и я решил уже выбраться на улицу. Но погода пока все еще нет-нет, да и подкидывает некоторые конштюки. То есть сначала солнышко, потом бабах, и вдруг резко похолодало, еще и дождик начнут накрапывать. Поэтому в качестве такого барбекюшного сегодня рецепта я выбрал говяжьи ребра в технике low and slow, то есть приготовление при достаточно низкой температуре в течение длительного времени. То есть если вдруг через полчасика неожиданно погода испортится, пойдет дождь, мне не нужно будет чахнуть над грилем под дождем, переворачивая куски, там и без меня все отлично приготовится. Взял вот такие вот ребрышки. Мяса на этом куске, конечно, не очень много, но нам хватит. А для гарнира будут эдакие грибно-овощные кебабчики. Все овощи и грибы под мариную, будут такие подпеченные, с кислинкой, ум от ешь. А начинать надо с раскочегаривания углей. Минут за 15 все разгорится, мне как раз хватит времени на подготовку. Я взял лук-шалот, его надо почистить. Нет у вас шалота, берите красный сладкий и порежьте его крупными губиками. Сладкий перец лучше резать такими квадратными пластинками, но если грибы у вас очень крупные, тоже надо порезать. Короче, нужно, чтобы все продукты получились примерно одинакового размера. С брокколи, пожалуй, сложнее всего, очень уж она сыпучая. А теперь все это надо замариновать. Для этого мне понадобится соевый соус, яблочный уксус. Яблочный очень мощно пахнет яблоками, он на вкус как яблочный сок, только более кислый. Не жмойтесь, купите нормальный яблочный уксус и наслаждайтесь вкусом. Не так уж много его уходит. Оливковое масло тоже лишним не будет. И перемешать. С гарниром подготовку завершил, теперь мясом займусь. Лишний жир надо срезать. А теперь приправить его. Сладкий чили соус. Он липкий, к нему отлично соль приклеится. Вот так будет отлично. Супер. Как раз и угли расчегарились. В относительно холодную часть уберу мясо. Оно будет готовиться на непрямом жару. Примерно полтора-два часа для начала. Обратите внимание, температура, которую вы увидели, 190, это непосредственно над углями. Вот в этой холодной части, конечно, ниже. Там градусов 160 примерно получается. Ждем. Прошло два часа. Время следующего этапа. Я хочу получить легкий аромат копчения, поэтому немного дубовой щепы сюда. и завернуть. И пробить несколько отверстий. Такая штука минут 5-7 подымит, больше и не надо. Ну и пока подготовлюсь к следующему этапу. Репчатый лук надо почистить и нарубить. И переложить в реминивый лоток. Это будет такая луковая подушка для мяса. Пока лук рубил, тут все отлично продымилось. Мясо сюда. Примерно полстакана яблочного сока и полстакана красного сухого вина. И очень тщательно запечатать фольгой сверху, плотно-плотно, чтобы вообще пар никуда не уходил. Мне нужно, чтобы мясо готовилось вот в этом ароматном пару. И обратно все в гриль. Тоже, опять же, непрямой жар. И ждем еще примерно пару часов. Да, вот так вот долго готовится все по методу лоу-энд-слоу. А что поделать, зато будет вкуснотища необыкновенная. Прошло 2 часа, следующий этап совсем короткий. Все овощи и грибы промариновались, и я их насадил на шпажки. В старте очередная партия углей раскочегарилась. Мясо надо уже снять с огня, и пусть постоит минут 10 в сторонке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА овощи и грибы я хочу только немного подпечь совсем чуть-чуть появились такие подпалены чтобы внутри овощи были такие как хрумтящики хрум 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 а снаружи уже таки немножечко подпаленные огнем и грибочки такие же это будет быстро не переживайте а пока давайте смотреть что там с мясом и 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 Классное мясо, сочное, с ароматом яблочного сока, с ароматом дымка, с ароматом вина, просто песня Так, давайте продолжать Это у меня готовый тортиль мексиканский, до них подавать такую штуку будет гораздо удобнее И луковая подушка пропиталась и вином, и соками, и яблочным, и мясным Я должен лук отдельно попробовать Вкуснямба, он сладкий, он кисленький, он такой яркий, прям супер Такая вот овощная, мясно-овощная штучка Подпеченная помидорка Маринованный лучок Сладкий И грибок И мясо-шматок И перец, сладкий болгарский Какая-то феерия вкуса Обалденно Мясо нежнейшее, расползается, с ароматом дымка Сверху поджаристое такое, при этом мягкое Слой вот этого, видите, дымное кольцо появилось Потому что вот даже небольшого вот этого количества хватило, чтобы аромат дыма был Острота мяса тоже чувствуется легкой Потому что сладкий чили соус просто прекрасен И лучок вот этот подмаринованный Который был подушкой для этого мяса Который пропитался яблочным соком Мясным соком Вином Просто какое-то чудо Слушайте, это Это бомба Долго ждать, но на выходе Обалдеть Просто готовьте так и наслаждайтесь Все, я должен доесть Извините Спасибо за компанию Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok